ДИЛЯПИЯ ЗЕБРАВА Родина телепи является Западная Африка, Либерия, живет в водоемах с пресной и солоноватой водой. Африканские племена ценят эту рыбу именно за вкусное мясо. Однако на этом легендарность телепи не заканчивается. К примеру, древние египтяне считали ее тотемным животным и только представьте себе, они обустраивали для этой рыбки бассейны у своих домов. Можно сказать, что это были первые любители аквариумисты телепи. Можно с уверенностью утверждать, что египтянам удавалось содержать эту рыбу в своих бассейнах достаточно легко, ведь телепи очень выносливые рыбки, но наряду с этим и очень прожорливые. Некоторые говорят, что в Африке есть поговорка, если у тебя есть старый башмак, не выбрасывай его. Лучше отдай телепи, и через год у тебя будет вкусное мясо. Давайте познакомимся с этой рыбкой ближе, ведь для нас, как для аквариумистов, эта рыбка ценна невкусом, и вряд ли для кого из нас она является тотемом. Мы ее ценим за красивый внешний вид и своеобразное поведение в аквариуме. Кстати, стоит отметить, что телепию зебровую часто называют телепия дисковидная, телепия или телепии устаревшие названия для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлит. В 1970-х годах в большой род телепии включали более 100 видов, распространенных в основном в тропических областях. Начнем с размеров. В природе они вырастают до 30 сантиметров, но в аквариумах, как правило, размер меньше, до 20 сантиметров. Крупной рыбе, естественно, важен большой объем аквариума, по крайней мере, взрослым особям. Так, на взрослую пару телепий, как правило, требуется аквариум около 200 литров. Однако, мальки до 10 сантиметров хорошо уживаются и в более мелком объеме. Не стоит заводить в аквариумы много особей этого вида, если не хотите видеть бойню и гибель рыб. Они территориальны. Особенно самцы. Правда, есть нюанс. Пик агрессии у этих рыб только во время нереста. В целом, это достаточно спокойная рыба. Неплохо уживается с другими рыбками схожего размера. Давайте разберем основные параметры воды в аквариуме для дисковидных телепий. Первое, с чего мы начнем, это температура. Она должна быть в пределах 20-25 градусов. Жесткость от 6 до 25. А вот кислотность 6,4-7,7. Ну и, конечно, этим рыбкам требуется фильтрация и аэрация воды. Не забывайте еженедельно подменивать воду на свежую хотя бы 15% от общего объема аквариума. Про дальнейшее обустройство аквариума много говорить не приходится, так как растения в аквариум посадить не получится. Точнее сказать, телепия зевровая будет постоянно вырывать его, и тут, увы, не подойдут даже растения с мощной корневой системой. А вот укрытия в аквариуме необходимы, их можно сделать с помощью красивых камней или готовых гротов. Роль укрытия хорошо играют старые цветочные горшки. Что касается кормления, хочется напомнить про африканскую пословицу про башмак. Они действительно неприхотливы в виде. Но забывать о том, что это хищники не стоит. Очень важно, чтобы в рационе этой рыбки присутствовала белковая пища. Например, различные замороженные корма, живые корма, в том числе в теплое время года можно использовать дождевых червей. Но будьте аккуратны, чтобы на дождевых червях не раскормить рыб. Хорошо идут плавающие гранулы, хлопья и чипсы. Телепия зебровая достаточно проста в разведении, причем прямо в общем аквариуме. Можно простимулировать нерест повышением температуры воды до 28 градусов. В этом деле важно помнить то, что для успешного разведения рыбки должны достигнуть половозрелости. У телепий минимальный возраст полгода. Лучше, если она будет старше. Подтвердить готовность нересту позволяет яркий окрас самца, ну и конечно округлая брюшка самки. Меняется поведение самца, появляется, как говорил ранее, агрессия. К тому же самец подыскивает место для кладки, начинает его чистить и оборонять его. Отгоняет своего, так сказать, гнезда в другую рыбу. В целом, как и множество других цихлит, телепии очень хорошие родители. Сам нерест длится около 3 часов, после чего самка откладывает до 700 икринок, а через 2-3 дня проклевываются мальки. А спустя еще 3 дня мальки начинают плавать и питаться. Через месяц мальки начинают приобретать окраску и, как правило, она абсолютно такая же, как и у родителей. Очень редко бывают исключения. Если вы решили отсадить мальков, то не забывайте о том, что параметры воды в выростовике должны быть абсолютно идентичными с той, в котором они появились. А кормить мальков необходимо в течение дня примерно 6 раз небольшими порциями. С возрастом плодовитость рыб уменьшается. В условиях аквариума, как правило, живут не более 12 лет. На этом видео подошло к концу. У кого есть терапия зебровая, обязательно под этим видео поделитесь своим опытом в содержании. Ставьте палец вверх и до новых встреч на канале Пар. До свидания! Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон» Подписывайтесь на наш канал.